В каких условиях сейчас живут, учатся и отдыхают дети Донбасса? Чтобы ответить на этот вопрос, на восток Украины отправилась мониторинговая группа по правам ребенка. Об итогах ее работы расскажет наш гость в студии, представитель Совета при Президенте по правам человека Яна Лантратова. Ян, приветствую вас. Расскажите, что увидели, когда приехали? Вы знаете, приехали мы только сегодня ночью. И вот мы смотрели только что кадры из Горловки, мы в ней были. За время поездки мониторинговой группы, куда вошли члены Совета по правам человека из разных комиссий, за это время, сколько мы там были, погибло два ребенка. Несколько дней до этого в Горловке погибла 11-летняя девочка. Мы были в том доме, где она жила, там ужасная история. Отец и дочка разорвались буквально на части, а мать у нее оторвала руку, и она одной рукой раскопала 17-дневную дочку из двухлетнего Захара. Мы были у них в палате у мамы, разговаривали с ней, побывали в самом доме, увидели игрушки, которые остались еще от этой трагедии. Еще погиб маленький ребенок. У нас миссия была какая? Мы создали мониторинговую группу, куда вошли члены Совета, Федерации, Госдуму, общественники, обратились к международным организациям, абсолютно не политизированные. Мы выбрали категорию, которая ни в чем не виновата. Это маленькие дети, которые совершенно не защищены. И просто просим, давайте их защищать. И что получается? Отреагировали международные организации. К сожалению, Киев не отреагировал. Мы направили официальное письмо, уполномоченное по правам ребенка Николая Кулебя, а вместо официального письма мы увидели только на сайте администрации письмо о том, что с попыткой навешать политический ярлык на нашу деятельность. Вот мы решили поехать своими глазами еще раз все увидеть. Мы объехали разрушенные районы. Мы объехали подвалы, где дети до сих пор живут. Вот говорят о том, что такого нет. Мы знаем, что по данным ООН погибло якобы 53 ребенка. По данным нашим, которые мы собираем, 200 детей и более 1700 детей, которые сейчас нуждаются в экстренной помощи. Мы приехали в Макеевке и в Горловке в шахты, где в подвалах по 70 детей находятся. И вы понимаете, мы видим, что в таких условиях они в сырости живут. Им нечего есть, потому что гуманитарной помощи действительно не хватает. И в дальние районы они не заезжают. Страшные данные, Ян. Страшная статистика. Вот фотографии. Вы как раз здесь можете нам рассказать, где это снято? Да, вот это как раз-таки фотографии возле вот этой шахты, где живут маленькие дети. Вот это вот сырой подвал. Мы привезли гуманитарную помощь им. И вот из таких условий они пытаются еще как-то ходить в школу. Но в последнее время в школу ходить практически невозможно, потому что, знаете, вот мы там были, и в это время начались уже минометные обстрелы. Это уже больница. В больницах проблемы с нехваткой медикаментов. У них даже шприцов нету, чтобы сделать укол. Там рассказывают, мама с ребенком попала с инфекцией тяжелой, а на ребенка иголка есть, а на маму уже не хватает. Вот это системная проблема. Разрушены школы, дома. Проблема в том, что не хватает высокотехнологического оборудования. Вы знаете, вот мы привезли с собой оборудование для детских учреждений. И спасибо большое за то, что вот даже вы сейчас показываете эти кадры. Мне после этого сразу же звонят люди, которые начинают жертвовать оборудованием, передавать какую-то помощь. Это действительно очень важно. Проблема, серьезность, которую мы там же столкнулись и увидели, это то, что со временем военных действий так получилось, что киевские власти передали, так как они считают всех граждан Юго-Востока Украины сепаратистами, они передали им пропуска, маленькие ламинированные карточки. Только по праву, по которым они могут двигаться. И что получилось? Что семьи разделились. Мама с папой находятся на территории Украины, а ребенок находится на Юго-Востоке. Вы понимаете, что уже год дети не видят родителей. И когда мы были в общежитии, когда дети пытаются проехать к родителям прямо на блокпосту, их вытаскивают из машины, направляют автоматы. И в том числе несколько детей, маленький двухлетний ребенок, сидел под дулом автоматом несколько часов, ему говорили, что мы сейчас тебя расстреляем. Это было на глазах огромное количество людей. И после этого ребенок просто перестал разговаривать. Естественно, он перестал, это тяжелая психологическая травма. Некоторое время назад я встречалась с уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации, Павлом Астаховым, и мы говорили с ним о том, что необходимо сейчас обеспечить вывоз детей из территории в летние лагеря. Как раз в Крым поехали, в Москву поехали, мы показывали сюжеты. Сколько сейчас деток в Донбассе остается? Сейчас детей в Донбассе огромное количество, даже не могу назвать цифру. Но это сотни, тысячи, чтобы мы понимали. Это тысячи. Вот я вам скажу, есть категория детей, которые выделили для поездки в лагеря. Это 12 тысяч детей. Это не все. Это только та категория, которая попала под самую малоимущую и самонуждающуюся выехать сейчас в летние лагеря. Вы сказали, что гуманитарной помощи не хватает. Плюс ко всему, вы помогаете тоже. Что нужно сейчас Донбассу? Что в первую очередь, деньги это или, возможно, какие-то вещи, продукты? Что собирать, что просить? Вы знаете, в первую очередь я бы выделила продукты, особенно белковые продукты. Это и консервы могут сюда входить, такие вещи, которые не хватают детям. Конечно же, если есть возможность оперативно доставить, у них нет фруктов, об этом даже и речи не идет, да, и молочных каких-то продуктов. Помимо этого, не хватает лекарств, особенно если это человек, не дай бог, астматик, эпилепсик. Лекарств таких не купить. И еще один момент, который я бы сказала, очень много людей живут в подвалах за счет того, что дома разрушены. И они понимают, что власти не могут восстановить быстрые дома. Они готовы сделать это самостоятельно. Работы сейчас там нету. Люди здоровые, живут без работы. Они готовы начать восстанавливать дома. Нужны строиматериалы? Но строиматериалы нужны. И этого тоже, безусловно, действительно не хватает. Наверное, это самое острое, то, что не хватает и медицинское оборудование. Потому что в больнице еще несколько дней назад погиб маленький ребенок от того, что не смогли оказать ему медицинскую помощь. Просто возможности такой даже нет. Ян, почему вы вынуждены были поехать в Донбасс? Ведь там работает миссия ОБСЕ, на которой возлагаются такие большие надежды. И говорят, что это единственный орган, единственная организация, которая сейчас может как-то помочь в этом диалоге между Киевом и Донбассом. Не работают они? Или что происходит? Вы знаете, я могу сказать. Мы совместно с нашей группой разделялись, ездили в максимальное число районов. И могу сказать, что когда спрашиваешь людей, вам приходит помощь? Да. Какая? Они говорят от российских общественных организаций. В большинстве своем дальние районы, безусловно, есть там гуманитарный конвой наш, но дальние районы, они выживают за счет чего? За счет того, что общественники собирают данные и потребности. Мы тоже выстроили эту работу. Они собирают здесь ее и привозят, адресно раздают. За счет этого живут люди. К сожалению, у нас пока не получилось выстроить прям эффективную систему взаимодействовать со всеми. Но я считаю, что это будет единственный выход, если мы с правозащитными, международными и просто общественными организациями сможем выстроить механизм и получать реальные конкретные данные. Яна, но все-таки можете оценить работу ОБСЕ? Просто это мониторинговая миссия международная, вы создаете свою и действительно привозите данные, статистику, факты. Там, безусловно, все подтверждено фотографиями. ОБСЕ-то что делает там в Донбассе? ОБСЕ сейчас, в данный момент, может быть, больше стало обращать внимание. Как вы помните, до этого особо никаких вот мы таких прям результатов не видели. Они выполняют свою работу, но я не могу сказать, что это действительно очень эффективно. Потому что это какая-то односторонняя часть работы. А я считаю, что эффективность будет только в одном случае. Если мы выстроим всестороннее взаимодействие с нашей стороны, с их стороны. У нас там находится большое число волонтерских групп, которые там находятся год. Они занимаются сбором фактов, сборов материалов. У нас есть и фотографии, и видеоматериалы, и конкретика, и статистика. И вместе тогда мы сможем что-то решить. Еще важная задача сейчас создать, может быть, какой-то координирующий орган вместе и с МЧС, вместе с общественными организациями, которые будут следить за тем, во-первых, за передачей гуманитарной помощи, распределением ее на местах, но и дальше за четким вот этим сбором фактов. Потому что, к сожалению, четкой статистики нет. ООН дает одну статистику, ЮНИСЕФ дает другую статистику, наши данные дают совершенно третью статистику. И, к сожалению, я считаю, что необходимо подготовить комплексный доклад, который предоставить и у нас в России, и в других странах. Вы будете такой доклад делать? И мы готовим его конкретно. Куда данные отправить? Первую часть доклада мы, как член Совета по правам человека при президенте, отправим в президенту России, в президенту Украину и в Комитет ООН по правам ребенка. А также всем дружеским организациям. Еще стоит отметить, что за этот период наши коллеги из других стран, 24 страны, журналисты, выехали на Донбасс. Они были там по неделе, каждая группа, 5 групп было. И уехав, они написали очень много материалов. Мы с ними общаемся, и они тоже готовы публиковать собранные нами материалы в своих изданиях. Яна, расскажите о своих эмоциях, впечатлениях. Вот вы жили там какое-то время, страшно ведь, наверное, было? Вы знаете, я там не первый раз со своими коллегами. Наверное, уже каждый раз, приезжая туда, это новые эмоции. Особенно в этот раз мы вечером были в подвале, пообщались сначала с этой мамой. Женщина лежит без руки, рассказывает о том, как она раскопала свою дочку, как она раскопала второго ребенка, как она на ее глазах собирала по частям, простите уж за подробности, свою 11-летнюю дочку. И она говорит, что мне надо как-то жить, а я совершенно этого не хочу делать. Потому что у меня смысл жизни, вот их двое, а как дальше? Ни работы, ни руки, ни помощи, ни дома, ничего нет. И ты видишь это. В этот момент начались минометные обстрелы, и мы были вынуждены уехать. И они живут в этом каждый день. И самое тяжелое, наверное, это то, что маленькие дети стоят, двухлетние. Меня девочка за руку дергает, я наклоняюсь к ней, она говорит, а вчера из такого-то номера автомата стреляли, а вчера из такого миномета. А ты знаешь, а вот я уже тоже, наверное, знаю, как его перезаряжать. И маленькие дети, они знают названия все эти. Они уже растут, и знаете, вот эти травмы, нанесенные им, они, наверное, неоценимы, потому что это как мина замедленного действия. Мы узнаем о этой травме через много лет, когда они вырастут. Ну а когда люди равнодушны, мне кажется, равнодушие причиняет боль не меньше, чем вот эти обстрелы и травмы, потому что смотреть спокойно на это просто невозможно. Спасибо вам, Яна, за то, что вы делаете. Будем надеяться, что и ООН прочитает доклад, наконец-то услышит и увидит, что на самом деле в Донбассе происходит. Будем надеяться, что мир придет в этот регион. Спасибо большое. У нас в гостях представитель Совета при президенте по правам человека Яна Лантратова обсудили положение детей на востоке Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова